Денег-то мы и начнём, потому что мы собрались все и ради денег. Все ради денег пришли? Всё, раскрытие свои божественные темпы. Расскрытие. Нормально, да? То есть я объявлялась, что вы сегодня будем трансформировать деньги, собираемся ради денег, будем говорить только про деньги, и в итоге никто не пришёл, не пришёл, не пришёл. За деньгами, за деньгами, за деньгами, да. Кому нужны деньги? Нет. Все. А сегодня будет разнообразие? Нет, мне лучше, да, смотри. Я хочу вот сейчас пару вещей сказать. Потому что я их не оценирую. Я их не вижу. Ценность и оценка – это две большие разницы. Я думала, что у меня их нет, но... А они у меня есть? У меня-то золото, а денег-то нет. Как совместить? Я хотела сказать две вещи. Первую, самую коротенькую. У меня сегодня под видео, ну, очередное видео, очередной комментарий одного и того же характера. А вот я там в детстве там болела, или меня в детстве запихнули в какую-то секту, это всё там на мне отложилось. А вот я в детстве то, или вот я недавно это. В общем, всё время люди, опираясь на прошлое, пытаются мне что-то сказать и спросить какой-то вопрос. Неужели, если я ребёнок, это тоже выбор, типа, мой? Ну, я же тогда была неосознанная, у меня там ещё шаблонов нет, у меня уже все там запустили, я там болела, как-то так. А я ей вот ответила, а вы копайтесь с точки зрения, что мы сегодня как раз и будем заниматься. Что всё происходит из точки здесь и сейчас. То есть наше прошлое, вы всегда забываете об этом, что наше прошлое придумано. Если наша Вселенная, мы вибрируем, раскладывается там много-много триллионов раз в секунды, делая слепок нашего сознания, и прошлое, и будущее, и все варианты событий настоящего, и все варианты событий прошлого, они существуют одновременно в точке сейчас. И вот какое наше сознание, у нас и прошлое такое. Если мы меняем сознание, уже вы, наверное, не раз убедились, как меняется вот так прошлое. Одни говорят, что вот так, а вы помните совершенно другое. И причём очень много людей доказывают, что так не было, а вы-то точно знаете, что так было. Уже многие, наверное, убедились, да, в этом. Не раз. Убеждалась? Убеждаемся. Всё время меняется прошлое. Поэтому вот у меня там, она не была ребёнком, она всегда здесь сейчас находится, она по-разному всегда ощущает своё тело. Иногда она ощущает себя ребёнком. Ну, каждый. Мы ощущаем себя взрослым, мужчиной, животным, любым существом, в любом возрасте, здесь и сейчас. И прошлое наше воспоминание складывается из этой точки сейчас. Поэтому всё, что у вас было в прошлом, это просто о том, говорит, какое сейчас сознание в настоящий момент у вас сложилось. Об этом мнении... Ты ничего не понял? Да. Я перевести, если чё хотела. Ну, давай, вот теперь ты своими словами. Я, в общем, решила некоторые встречи провести с Олей, и, может быть, дальше так и будет, поэкспериментировать. У неё совершенно другой взгляд. И она, ну, то же самое объясняет вообще другими словами. Я её слушаю, думаю, да ладно, я это знаю. Ну, для меня каждый раз повторение, когда она говорит или переводит мои собственные слова. Да, потому когда каждый раз по-новому, собственно, и получается новая жизнь. Давайте мы с вами начнём. Не знаю, кто был на прошлой встрече. А, Оля, если ты сейчас этого начнёшь, тогда можно я ещё... Клик! А как нам тут в Барклава идти, знаете ли? Клик! Скажите, если у вас будет вопрос, а у меня нет денег, то на самом деле вчера было совершенно не так. Это вам сейчас кажется, что у вас там их не было, или у вас чего-то нет, или чего-то не хватает, или вы болели, или у вас там проблемы. Это сейчас складывается из этой точки. Начало там нет. Начало всегда сегодня. Начало жизни всегда сейчас. И второй момент. Вчера вышло... Мы очень классный вывод сделали, что тут девушка как раз была на встрече, и она потом что-то ей на встречу выдать не понравилось в прошлый раз, хотя она у меня уже куча марафонов прошла, но вдруг она сказала, что я вижу только деньги, и у меня в глазах только бакси, бакси, бакси. Да я вообще охренела. Да там вообще такими словами. Да как так можно за трансформационную живопись брать большие деньги, да я за 400 рублей. Вот к чему я говорю. Я вижу деньги. Я просто, если их вижу, соответственно, я не могу сказать, что мне их нет. А пока они тебе холодно, это вообще прям... Деньги отрицать, бороться с ними, понятное дело. Я не хочу их видеть, если они не подвижу. Если вы во всем видите деньги, это тоже хорошо. Да. Если я их вижу, значит они есть. Да. А тот, кто говорит, у меня нет денег, их не видит. Получается так, что они уже... Но если вам говорят, что ты только о деньгах думаешь, ты только деньги видишь в глазах, то надо об этом задуматься. И жить из позиции у меня есть. То есть не у меня нет, потому что недостаток проезжает недостаток, борьба с этим недостатком, эту борьбу все время бесконечно продолжают. Я хочу еще раз это повторить, чтобы все поняли, что такое дворец. Пока мы не выйдем из этой точки, мы не сможем дальше работать всеми с собой, потому что нам надо вообще посмотреть, что это такое. И создал Бог, небо и землю. Ну, это вы, да, уже все трансформированы. Говорите, да, все. Потому что только тот, кто трансформировался, может сказать, что все. Давайте посмотрим, почему это все. Ну вот она, пустота. Все, пустота. Дальше что произошло? Он увидел, что это пустота. Ну, то есть ничто. Но у нас ничто не может быть, потому что ничто это уже что-то. То есть как только мы обращаем внимание на ничто, оно становится что-то. Чем-то. Чем-то. Как-то. Почему-то. Потому что это ничто. Мы уже это называем, это уже есть словом. Мы уже это видим, мы уже это как-то чувствуем. У нас уже есть какое-то чувство. Вот оно, ничто. Оно вот это непроявленное вроде бы, но оно уже существует. То есть он увидел. Дальше что он сделал? Разделил. А что такое разделить? Разделить это найти. Отличия. Разделил. Увидел отличия. Потом он что сделал? Он назвал. Определяемый называет. Творим мы именно таким образом. А что такое явить? Проявить это что? Обозначить. Обозначить. Почувствовать. Ощутить. Ощутить в том числе. Явить. То есть у нас здесь происходит процесс материализации. Но у нас есть проявленное, а есть непроявленное. Проявленное это материализация. Мы назовем проявленное. Это более плотная форма. Все единое. Если мы посмотрим, что такое проявленное и непроявленное, мы опять вернемся в ничто, в пустоту. Каждый раз мы будем туда возвращаться. Мы просто сейчас с помощью Библии туда ходим. А если мы возьмем квантовую физику, то мы возьмем вот эти молекулы, да, и посмотрим, у них безумное вот это расстояние между этими атомами, вернее. А дальше они уже кварки, они вибрируют, и вот это расстояние, оно ничто, оно пустота. И таким образом мы опять распадаемся на ничто, на пустоту. Мы сейчас все вместе с вами, если это рассматривать с точки зрения квантовой физики, то уже пустота, ничто. Да и обычной физики тоже. И обычной физики тоже, да. Просто квантовая физика, она физика этих мелких, этих частей. Как мы можем сотворить деньги, если мы не знаем, как мы творим вообще? Есть проявленное, есть непроявленное. Проявленное – это то, что мы уже материализовали, оно имеет плотность. Даже воздух имеет свою плотность. И есть непроявленное. Что же такое непроявленное? Это пока то, что мы не можем, казалось бы, материализовать. То есть все наши чувства, все наши ощущения, мысли – это непроявленное. Потому что чувства нельзя писать словами, подгоняя их под определенные слова, которые уже есть. Ну мы и тут стараемся делать. И еще даем этому оценку. А теперь давайте еще раз посмотрим, каков он процесс сотворения. У нас есть нечто, ничто, да? И мы этому не даем оценку. Мы же не сказали, блин. Небо, блин. Это вообще пустота, она фигова. Плохая пустота. Мы просто, у нас есть нечто, это значит что-то. И мы в этом что-то начинаем искать различия. Когда мы ищем различия, опять же, никакой оценки мы не даем. Мы просто констатируем факт того, что есть различия. Вот есть небо, есть земля. Увидел, различил. А на самом деле распался на небо и на землю. Стал этим, чтобы определить себя. Мы увидим, что Творец это целое. Это все. Когда он целое, он настолько целое, что ему, для того, чтобы ему себя познать, ему нужно теперь это все, сейчас мы с точки зрения внутреннего не проявлено заходим, мешанину. Различить, определить, назвать, проявить. То есть, есть две, понимаете, как, ну, то есть, это иносказание, не иносказательное. То есть, весь процесс творения нами составляет, вот, сотворение вообще мира и все вообще, что мы творим в нашей жизни, это разделить, увидеть, определить, назвать, дальше уже проявить. То, о чем говорила Нелли. То, что мы там прошлое, будущее, то, что мы вот это тащим и все, как бы, на самом деле этого ничего нет. Это надо понять. Мы определяем только здесь и сейчас. Если мы сейчас, у каждого из вас применяем сознание, вы уйдете вообще другим человеком. Там реально 153 раз может. Поэтому я сказала, паспорт берите. Дело в том, что приселяется. Понимаете, то есть, те вещи, которые вы уже, у вас уже за деньгами, куча всего стоит, еще связаны с этими мыслеформами, узлами, понавязаны, и эти все еще связки друг к другу потащены. У вас, вы пришли, а у вас деньги уже у всех определены. Вы каждый для себя знаете, что такое деньги. Мы сегодня перераспределили. Мы давно этот процесс у себя прошли. И даже если были там в жизни какие-то изменения, если пойти куда, ну, в прошлом не существует, но если мы сейчас начнем что-то раскладывать из того, что вы будете выдавать сейчас, и мы увидим, каким образом у вас там произошло переопределение, перераспределение. То есть, как вы по-другому начали относиться, другими словами. То есть... У меня вопрос, а вот как почувствовать эту пустоту? Зачем чувствовать пустоту? Что такое начало? Откуда оно берется, если уже все есть? Начало сейчас. Нет начала. Если мы сейчас подберемся к началу, его нет. Уже все есть, было и будет. Ну, да, это понятно. Ну, ты стутай, с которой все. Все, она есть. Вот она вся. Вот она. И мы ее определили. Мы видим то, что мы определяем. Мы чувствуем то, как мы определяем. Это процесс нашего сотворения. Другого процесса нет. Все есть в нас. Если мы что-то в себе подавили, его просто как... Нет. Если мы что-то определили, определили, ну, как-то, да, там, кривым образом, навязали туда, там, 110 узлов, а потом мы думаем, почему у нас именно все так? Потому что кто творец? Каждый в своей реальности. Потому что вот мы каждый день просыпаемся Богом и начинаем все заново определять, назначать. Мы смотрим. У нас есть определенные шаблоны, которые нам мешают сейчас увидеть другое. Но как только вы сейчас увидите другое, у вас реальность мгновенно поменяется. Вы же переопределите это все. У вас уже не будет... Ну, то есть, оно ущелкнет в мгновение. Вы даже не успеете... Ну, то есть, вы так же будете сидеть, скажете, у нас так все было, мы вообще пришли все с деньгами, пока. Ну, то есть, это надо просто увидеть, понимаете? То есть, если сейчас вы это не видите, у вас определение там по-другому как-то там на что-то вышло, это мы посмотрим, это уже ваши шаблоны, то это не значит, что этого у вас всего нет, потому что вы и есть все. Вы были всем изначально. И чувствовать пустоту, на самом деле, это чувствовать, что просто я есть. Вот ты можешь почувствовать, что я вот сейчас есть. И в этом такая ценность. У меня есть ручки, глазки, ножки, я сейчас что-то чувствую. Я когда произносу слово «деньги», я уже чувствую. А вот с точки зрения этой теории, что такое рождение и смерть. Это не теория, это вон то, что написано в Библии. Это учения, они проявлены на самом деле. Хорошо, благодаря тебе. В соответствии с этим учениям, что такое рождение и смерть? Ну, мы можем посмотреть вместе, что такое рождение и смерть человека. Ну, вот как? Я сейчас сижу, и такая, меня родила мама. А маму родила бабушка. Ну, что вы думаете, что я сейчас делаю в этом моменте? Фиксирую узлы. Определяешь, разделяешь, называешь и видишь то, что хочешь видеть. А было ли это рождение на самом деле? Нет, мы не рождаемся. Мамы не было. Я серьезно говорю, это у нас процесс. Сейчас это слышится немного дико, правильно? Я сейчас вам буду всем рассказывать, что помню. Я год об этом рассказываю, все крутят овискагруют. Папа придумала, что нет, мама, папа, есть вот только миг здесь и сейчас. И у вас здесь тоже есть только миг здесь и сейчас. А если ты рожала? Вы свое... Тоже не было. Так, рожаю. Я что, сейчас рожаю, что ли? Воспоминание рождается от шаблонов сейчас. Так что такое воспоминание? Опять же, зафиксированное что-то. Зафиксированное что-то где? Сейчас. Да, да. Это воспоминание о том, как я рожала. А если вот он родится? Правильно. Правильно. Ты же несешь с собой в каждый новый миф. В каждый новый миф у тебя есть знания об этом. И мы еще поговорим, а знаю, не знаю, да, дать, взять, знаю, не знаю, они очень плотно на этом завязаны. Конечно, он звонит. Ты же его поддерживаешь, ты в своем сознании... Конечно, велика знаешь, что он типа есть, и он звонит. Он, понимаешь, он у тебя есть, а денег нет. А он у тебя нет. Вот узнать бы денег, да, что они у меня есть. Вонили, стоя. Ты же, деньги есть. Ты же так не... Вот смотри, вот я просто знаю то, что у меня есть. Я это вообще не ощущаю. Я вот вчера Нелли говорю, Нелли, я вообще имею право говорить про деньги. Я вот так села, подумала. Ну это вообще про меня или на самом деле нет? Ну какие там деньги? Потому что нет ощущения, потому что когда у тебя все есть, у тебя просто все есть. Просто все есть. У меня есть сын, он есть. Я не хожу, блин, у меня есть сын или нет сына? У меня нет сына. Понимаете, я сейчас могу войти в ту сцену, что у меня не будет сына, мне это нахрен не надо. Что происходит? Вот это вот у меня есть, вот этот, вот этот сын у меня есть. Когда ты что сейчас рисуешь? Мозг? Это сознание, да? Это наше божественное сознание, в котором на самом деле все есть. Это то, что мы определили. Сына я определила себе уже, он у меня есть. Прямо в этой точке здесь и сейчас. И я каждый раз нерцаю, что сын у меня есть, есть, есть. Мы называем это памятью, но на самом деле память это такой большой вопрос. Но сын у меня есть, потому что что? У меня есть чувство, у меня есть ощущение того, что у меня сын есть. А бабла нет, да? Когда он не хозяин. Если я сейчас прошу как с деньгами, у тебя сразу возникнет какое-то чувство, ощущение, состояние, правильно? И там ты начнешь рассказывать, да, были, но всплыли, а было такое, все какое, там пятое, разное. И там вся эта шаблонная составляющая, поэтому мы не можем такой пазл просто дать, такой полноценный, типа у меня есть. Потому что это надо поддерживать этим. Потому что сына, свою ячейку сына я поддерживаю, там, на него столько, он же может позвонить. Не, что он может позвонить. Да, да, да. То есть я вот этого своего сына в своем сознании так сильно поддерживаю, я ни одни деньги так никогда не поддерживаю, как я поддерживаю вообще того, что у меня в моем сознании есть ребенок. И я его, это столько силы, то есть вы не представляете, сколько у нас сил, вы даже не представляете, какие мы боги. Вы даже вот этот диван, вы меня сейчас поддерживаете в своем сознании. Вот сейчас, прямо вот в этом моменте, я вас, и у каждого своя виртуальная реальность, потому что если мы сейчас разложим каждого, вы увидите вообще какой-то монстры, все монстры, все друг на друга не похожи, как мы вообще там единые такие. И даже мы сейчас поддерживаем тебя в разных, ну, и просто так скажем. Да, я могу там попрыгать, а вы сейчас мною прыгаете там у себя в сознание, понимаете? И если так, ну, совсем прямо вот докопаться, мы это найдем, просто надо каждого человека вот так сесть, разложить, а это уже такая вот работа, ну, это просто уже вынести мозг. Это я на курсах расстанавливаю. Вот действительность и реальность, в которой вы здесь сейчас находитесь, вы ее поддерживаете в своем сознании, и все вообще наше бытие, вообще все, что туда включает, вот поддерживается здесь, потому что мы говорим, как можно вспомнить новую реальность? Да легко, поменять вот эти штуки, а поменять эти штуки, можно поработать с ними. Переназначить, когда мы переназначаем, у нас автоматом. Вот просто там одно вылетает, новое стало на место. Это происходит автоматом. Но нам надо переназначить, а чтобы переназначить, нужно там туда вообще прийти и посмотреть, что там есть, но увидеть, заново увидеть. То есть, мы же боги, нам надо теперь прийти и посмотреть, так, а что у нас здесь, а что я по этому поводу ощущаю, а как я это назначила? то есть заново перелопатить всю эту систему а там постепится шаблоны а деньги мы скорее всего там связали еще с чем-то у нас там где не связано и каждый раз когда мы работаем с шаблоном мы расчищаем вот эти наши речейки до перераспределяем что-то вообще там удаляем а что-то у нас вообще подавлено подавлено мы просто себе запрещаем и там у нас ну самые неприятные чувства на самом деле у нас рождаются на подавленности когда мы себе что-то не разрешаем за каждым словом то ли тоже такой набор я бы сказала ощущение личных понятий и слова ничего не значит мы же все говорим деньги я у тебя подошла к сыну своему с утра и говорю ты со мной поедешь такой нет не поеду я буду расскажи мне что такое деньги и у меня спроса не говорит это бумажки вот ребенок ему 11 лет это бумажки говорит а скажи а зачем эти бумажки вообще нужны он говорит ну чтобы получить то что ты хочешь супер а можно как-нибудь без бумажки он говорит конечно он говорит я говорю а как он говорит да легко создать это дети они знают а создаем мы вот вот этим способом и у него у него все легко и у него кстати всегда деньги есть я не знаю у него всегда можно подойти там занять это человек у которого есть вообще всегда деньги потому что у него нет вот этого перегородочного шаблона что у вас у всех есть деньги но вы это не осознаете просто и чтобы это осознать надо просто добраться туда куда надо и все очень быстро но она происходит в любом случае в моменте потому что мы и есть бог в начале бог затворил небо и землю мать разобрали до земля была без видно и пусто без видно без виды до пуста пустота ну то есть мы определили то есть пока это была пустота пока он там не начал орудовать определять уже и сказал бог да будет твердь и назвал бог твердь небо мы с вами забрали уже что воздух иметь свою плотность правильно плотность это твердость просто земля на более твердое а небо она менее плотно получается где мы живем небе небе мы живем в небе потому что вот этот твердь который мы существуем это небо и об этом очень четко говорится если мы живем на ней потому-то по библии дана чудо везде там все вот эти притчи там все к одному я когда расшифровать сажусь там настолько вот у черным по белому мы не живем то есть рай и от он у нас внутри и не существует никакого другого неба кроме как здесь и сейчас мы сейчас с вами на ней мы сейчас с вами и друг по-другому никогда не было и пиблия вчера была другая сегодня оля ее написала вот так как читает я еще давно вы не нашла начала шифровать а вообще просто космос и до этого дайте потому что деньги на самом деле это самая обширная тема я считаю что вот денег лучше всего распутывать начинает распутывать все свои узлы и шаблоны потому что деньгах вообще там завязано просто всем деньгам подтягиваем ну все любовь внешне да причем внешне не внутрь если посмотреть с точки зрения на деньги с точки зрения игры все что мы являем некой численной материальности в этом мире она достаточно утопична потому что эта игра в которой нельзя выбрать у тебя не было денег это цифра может никогда не заканчивать все время может быть больше все время надо это сохранять какие-то там уже вопрос безопасности и опасность и за этим можно гоняться вообще абсолютно вечно это игра без выигрыша пока не поймешь на самом деле что такое деньги их никогда не бывает много потому что все время может быть еще больше а посмотришь направо там еще больше а там еще больше все числа придуманы как вообще числа в этом мире это некое такое игровое поле ограниченности присутствует в цифрах вы же когда ребенку своему говорите я тебя люблю важно не заканчивается любовь никогда почему-то когда мы платим у нас деньги заканчиваются начинают чувствовать почему почему у нас чувства не заканчиваются деньги заканчиваются потому что все что наделено числовой определенной характеристикой это игра эта игра в которой вообще никогда не выиграть из нее можно только выйти и возраста нет у нас только здесь и сейчас мы тянем каждый миг мы с собой тянем даже свой внешний вид вот этим то есть нас вот это мы уже это делаем ощущением даже не не столько мы же не создаем вот эти свои шаблоны глубоко идешь там копаешь ну что-то сразу вылезет а что-то настолько уже автоматически на уровне ощущения и мы ощущением проявляем даже свой внешний вид я думаю будет сумме 60 значит мне должны быть морщины да фигня это все это шаблон его надо разбивать и чем больше народу сейчас вы будет развивать коллективным тем больше мы будем жить и больше мы будем молоды здоровы это это игра это все игра везде где есть числовое там значение везде где есть и вообще посмотрите что такое там вариант какой он этот ряд какие они эти числа числа нас ограничивают всегда это есть ограничение мы же не смотрим воздух и никогда не думаю должно закончится вот закончить хотел самый бесценный начали видимо в цифрах и посчитали да да и небо народ почему-то не заканчивает а почему у нас не заканчивается небо деньги заканчивают что мы чувствуем что мы чувствуем когда мы говорим о воздухе это чувство на деньги как на вот а мы это даже не ощущаем и не задумываемся об этом мы это не выносим вот эту всю кашицу который бы надо разобрать потому что безгранично по поводу денег у того у кого как вам воздух и поверьте у меня такие люди есть и полно а некоторые вообще думают не вселенная да и вселенная дарит они правда не изо всех щелей просто куда они не пойдет там и потому что у меня воздух это как деньги деньги это как воздух и там правда и там и там все время череда от событий таким образом организуется что правда есть всегда есть ну не думай человеком вообще то это то есть вообще нет ограничения а мы себя этим ограничены на передел на себя нет вопроса по себе такая дурочка у нее нет у нее есть ограниченное мышление на другие вещи да и это каждый то есть это важно конечно свои да это потому что она там она страдает от другого у нее другая тема но я просто показываю как она вообще вот это все формирует то есть если у человека есть безграничность на эти деньги у нее просто прошлое каждый раз складывается она сейчас по новым она подтверждает себе все время что у нее богатые там мужчины что у нее там работа что она она каждый день рассказывает оле о том что да я еще с детства он уже по подиуму ходила да я вообще всегда была королевы тогда не придумает у нее воспоминания это ее определение это не придумано творец этой действительности она в этом свято верит конечно да ну ты насильно не поверишь пока ты там это все не разобьешь ну вот я как бы сидела и решила материализую 10 тысяч евро нахожу там то там то прошло четыре дня нахожу их также пачки вон там лежат вот прямо на этой кухне все лежит все на месте прям он конвет у меня с этими где-то вот прям ближе не все смеюсь и из-за того что я не доповеду я просто прошу эксперимента я всегда прошу нет просто нравится и это процесс материализации я просто знаю как он происходит и вот находится конвертом к или зачем-то полезно вот они эти его и 1 секунда один ли у меня в голове что не настоящие один миг да то есть по идее должна была положить обратно и посиди пока ты это доказать уверуешь нет полезно 10 тысяч евро но не является денежным знаком такое разочарование у кого-то в зале это тоже это энергия которая материализовала я взяла не разбирали и потом я и взяла не деньгами конечно я же ее взяла непроявлено я просто мне разница по сути не так же я как бы и картину пишу то что я хочу таким образом она и исполняется ну я ее наделяю ведь и я знаю как работает этот процесс на это же и жить становится интересно это же жизнь ваша эксперимент что ты там вообще может активизовать и каким образом то есть и речь идет не о деньгах если я например хочу дом я же хочу дом я не буду думать о деньгах когда я хочу дом потому что за деньгами стоит дом зачем мне эту сложную цепочку я хочу там я хочу деньги чтобы на эти деньги купить дом а сначала хочу работу чтобы заработать хочу работу а это работа хочу выучиться сначала на эту работу вот эту работу я заработаю куплю дом дом то на самом деле хочу чтобы там жить счастливо со своей семьей гулять ходить белками ни крена себе а я это свой этот круг это и санцары такой наплодил они все отношением таких материализации относится к емкости внутренней чем больше у тебя чем больше свое сознание расширено тем меньше препятствий как мы живем грубо говоря вот вот наше сознание да а мы живем вот это его часть положим и вот это вот это все оно знает про всю игру она знает про эту конечность а вот здесь есть знание вообще обо всем бытие вообще обо всем у нас есть все знания вы что думаете это я перед вами сейчас выступаю это вы мною перед себе это все рассказывайте потому что вы это знаете то есть вы дошли до той точки сейчас да чтобы уже готовы себе это все рассказать не я тут это вы мною понимаете это уже вас есть я ничего нового вам ничего нового вам ждать не дадим вы сейчас можете начать вспоминать но она так работает это то что мы мы забыли вот эту часть мы назовем мы забыли это знает помню помню все знаю все а это забыли и я дайте как я себе часто говорю когда там бывает что-то происходит интересно да и я у каждого разу как же если от класса нафлабучиваю ну то есть какую игру и играете знаете как быть режиссером какого-то фильма ужасов смотреть свое произведение были ну какие я спецэффекты создал реально же кровь на вас сам вот не увлекаюсь в это захватывает то есть мы это тут чтобы поиграть и мы выиграетесь вживую это вот вот эта матрица она создана очень реалистично на самом деле и когда у меня происходит какая-то ситуация я сама себе буду ну техера я себе тут это ну прямо верю практически уже верю в то что вот это все вовлеклась имеется ввиду вовлеклась в эту игру самой собой я могу вспомнить а могу не вспомнить могу отыграть и ходить и начать и все мне там переживание этом же дня началась на я на переживаю там во все но я периодически вспоминаю что это как бы все знаю и что это игрушки что нет а на самом деле нет здесь ограниченности нет здесь цифр ну то есть если вовремя это все вспоминать ну и каждый раз конечно я даже когда смена уже в ситуации моменте я мгновенно расширяюсь мгновенно то есть уже ситуации чтобы я не вспомнилась ее но и ее трудно мне да а а а если я уже себя в некомфортно сейчас будет я как начинаю разобрать шаблоны прямо там давай давай как бы и я все равно расширяюсь то есть наша игра в том чтобы расшириться понимаете нам не интересно будет если мы могут сейчас челкнем эту действительность на этот ну да сейчас как бы мы расскажем вам про эту деньги этот как делать вы сейчас расширитесь но это же всего лишь а вы на самом деле вот этой штукой вы хотите играть этот мир хочется хакнуть конечно но мы очень реалистично мы же боги мы здесь представьте я говорю какая у нас сила что мы вот эту действительность каждую секунду там меньше мы поддерживаем это все вот этими пазиками и мы думаем что мы не можем решить эту задачу но мы не с того боку подходим мы на самом деле играем моих арена то есть как я себя классно нахлобучиваю в этот момент верю во всем верю прямо вот ну вовлеклась и порой даже уже хочется побольше поиграть чтобы не выходить да вот из этого потому что уже там ходили там на VR играли ну уже вот когда понимаешь есть какой-то такой глобальное понимание становится немножко неинтереснее можно прикол в студию картинку увидела у меня в сторис может многие видели сидит чувак такой в луже другой подходит ну вставай вставай ты не надо ты не понимаешь я тут хочу все это нормально когда мы наконец-то расширимся хотя бы до игры уже начнем это понимать а мы начнем это понимать как только мы начнем эти все-таки пазлики до менять и когда мы же понимаете мы же еще на мелкие детали не замечаем что у нас здесь сбылось там сбылось вон или как бы она думает о пилке держит ее уже в руках прямо вот бесит у нее это вообще все мгновенно происходит в моменте я вчера такая думаю блин за усениц нужна пилка а в другой руке пилка я разбирала ее но когда он умеет радоваться и пилке и новой квартире а это на том плане одно и то же поверьте мне и когда мы себе верим мы можем себе заметить малейшее изменение как только вы эти малейшие изменения начинаете замечать вы качаете свою веру качаете своего творца и тем больше ну то есть сначала вот так заметили потом вы так заменить потом в этом а потом вообще мне поверили что я тут вам говорила потом вот так понимаете и пока будете вот это для вас уже не будет существовать потому что это это уже все есть опять да это есть это есть но до этого надо ушешка все-таки идти раскачиваться мы многое скажем так думку и думаем что мы многое уже потеряли на свой час эти пазлы хорошо простроен Правильно. Предположим, мы перепрыгнем все равно на такой уровень. Но то, что у нас уже все есть здесь и сейчас, нам стоит только переопределить. Вы это поняли? Да. Вы поняли, что это игра, она очень интересная. И не надо думать, что она в жопу, потому что она игра. И это классно. Иначе становится неинтересно. Я знаю очень много людей, которым скучноватенько.